Выходя на маршрут утром 18 июля, водители пассажирских газелей вряд ли подозревали, что на протяжении всего пути за ними пристально наблюдали сотрудники госавтоинспекции. Инспекторы в гражданской одежде фиксировали все нарушения правил дорожного движения. Самая большая сложность при использовании метода скрытого патрулирования для инспекторов – это остаться незамеченными. Пассажир, который на протяжении всего маршрута от одной конечной точки до другой не выходит из газели, вызывает подозрения. Но на этот раз инспекторам повезло. Они остались незамеченными. Подавляющее число нарушений – неудовлетворительное техническое состояние маршрутных такси. Из 25 протоколов, составленных за время рейда, 17 касались всевозможных неисправностей. Горится же все. Все в масле, все течет. Где крышка? Вот. Сейчас поеду в стороне. Зачастую в газели задние двери или открывались с трудом, или не открывались вовсе. Следующее по частоте нарушение – пренебрежение ремнями безопасности. Водитель либо не пристегивался сам, либо не напоминал о них пассажирам. Очевидно, что за день ремень безопасности очень надоедает, но правило есть правило. Опытные маршрутчики придумали даже ряд способов, как сделать так, чтобы ремень не мешал. Обычно наверху кто копейку кладет, заблокирует, чтобы назад туда-сюда пружин не таскал. Кто шуруп закручивает, а кто-то вообще одну сторону накидывает, а другой остается. Чтобы более свободно себя почувствовать, спокойно можно было работать. Кроме непристегнутых ремней, есть еще ряд характерных для маршрутчиков нарушений. Водители маршрутных транспортных средств забывают или не вспоминают правила – это остановки на стоп-линии, где это положено, при светофоре. Часто, останавливаясь у общественного транспорта, заезжают на пешеходный переход. В результате мешают продвижению пешеходов по пешеходному переходу. То есть, в основном, такие грубые ошибки. Рано или поздно такое пренебрежение ПДД выливается в неутешительную статистику дорожно-транспортных происшествий. За полгода число пострадавших в ДТП с участием пассажирского транспорта выросло вдвое. Но управа на злостных нарушителей есть. Направляются материалы на комиссии, в результате которых расторгнуто 11 договоров с семью предпринимателями. То есть, данный вид деятельности они уже прекратили. За время рейда инспекторы выписали штрафов на сумму около 6 тысяч рублей. Средняя сумма, которую теперь придется выложить каждому из газелистов-нарушителей, составила около 900 рублей. По словам маршрутчиков, это примерно их дневной заработок, доставшийся нелегким трудом. Так стоит ли гнаться за прибылью, нарушая все правила, если так легко ее потерять?